Друзья, здравствуйте! В эфире очередной информационный блог от Славянской Церкви 27-го дня здесь, в городе Сакраменто. Я пастор Церкви Роман Цыганюк, очень рад приветствовать вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. В эту субботу у нас особенное служение. Мы отмечаем день рождения нашего клуба следопытов «Пилигрим». Мне бы очень хотелось в первую очередь поблагодарить всех тех, кто все эти годы, а это 11 лет, занимался и занимается с нашими детьми, молодежью, подростками. Это очень нелегкий труд, но, вы знаете, это огромное благословение, которое мы имеем в нашей Церкви. Я благодарю Господу за то, что вы вкладываете в них столько любви, за то, что тратите свое время, свои силы. Я вижу, как эти ребята за эти годы выросли в нашей Церкви, как они сами влились вот в команду следопытского отдела или клуба и теперь уже сами являются наставниками, которые ведут за собой следующие поколения. Молюсь, чтобы Бог и дальше благословлял все наши служения, в особенности работу с нашими детьми и с нашей молодежью. Поэтому, друзья, будьте с нами сегодня в эту субботу. Будет радостная, праздничная атмосфера. Ну и, конечно же, мы хотим поддержать этот клуб особенным образом, так как в этом году будет семирный слет следопытов и у них есть большое желание поехать на эту встречу. То мы хотим поддержать их служение и у нас будет особенный целевой сбор пожертвований на работу этого клуба. Так что поддержите наших детей и нашу молодежь. Напоминаем, что уже завтра будет очередная встреча клуба «Сфера» в 7 часов вечера, то есть по средам в 7 часов вечера каждую неделю. Опять, как всегда, будет небольшая духовная часть, будет молитвенный блог, где мы молимся о нуждах людей, которые приходят туда и приносят свои молитвенные просьбы. Ну и будет социальный блог, в котором мы поговорим о банках бесплатной еды. Как это работает, где они находятся и все, что с этим связано. Так что приходите сами, приглашайте ваших друзей и знакомых. Возможно, ваш опыт тоже будет очень полезен на этой встрече. Ждем вас с нетерпением. Хочу также напомнить, что в субботу 23 марта у нас тоже будет особенное служение. У нас будет служение и крещение, и мы рады, что Бог находит новые сердца тех людей, которые хотят присоединиться к Нему. А также мы представим вам нового руководителя отдела информации и новых диаконов. Поэтому, пожалуйста, тоже ждем вас. Не пропустите встречу 23 марта в нашей церкви. Еще один вопрос. Мы получили книги «Великая борьба» и «Путь ко Христу» на русском языке. Около 40 книг «Путь ко Христу» и где-то чуть больше 80 книг «Великая борьба». Но в связи с тем, что пересылка очень дорогая, эти книги получились тоже недешевыми. То есть, получается, что «Великая борьба» стоит 15 долларов, «Путь ко Христу» стоит 5 долларов. Мы понимаем, что это не маленькая цена за одну книгу. Поэтому с Советом Церкви мы решили, что чуть больше 30% мы покроем стоимость этих книг из миссионерского отдела нашей церкви. То есть, это означает, что «Великая борьба» вы сможете купить за 10 долларов, а «Путь ко Христу» за 3 доллара. Но мы хотели бы предложить еще один такой проект. Возможно, есть те люди, которые могли бы купить одну или несколько книг, но им нет особенно кому их подарить. Их круг друзей, знакомых. Возможно, это в большинстве англоязычные люди. И русскоязычные книги им не очень подходят в этом случае. У нас есть на английском языке книги, а это будет отдельный разговор. Мы как-то об этом уже вспоминали. Но вот что мы хотим сделать. Те люди, кто могут купить книги, но им некому их подарить, можете сделать такую вещь. Прийти в библиотеку и сказать «Я хотел бы купить книги для кого-то». Наши библиотекари возьмут деньги, вы укажете, какое количество книг вы готовы купить. И они сделают себе заметочку где-то там себе на доске, сколько у них есть купленных книг. И тогда, если придет человек, который имеет кому подарить книги, но у него нету достаточно денег на это служение, то он сможет получить эти книги бесплатно. Поэтому, друзья, если вы готовы принять участие в распространении Евангелия, вот используйте любой из способов, я думаю, что это тоже будет благословением для всей нашей церкви. Хотим также напомнить, что у нас открыт фонд реконструкции и развития нашего молитвенного дома. Начиная с 2025 года, в начале того года, мы хотим сделать такую реконструкцию внешнего вида наших помещений. Нам нужно утеплить основную церковь, мы хотим поменять там окна, витраж, входные двери. Хотим переделать полностью вот этот вход, козырьки эти и саму площадку перед молитвенным домом, чтобы было больше места, где мы могли бы приятно общаться и проведить время уже и после служения или в перерывах. Также мы хотели бы сделать реконструкцию или ремонт на кухне. И вот для этого, по предварительным расчетам, нам нужно где-то 150 тысяч долларов. Когда у нас было членское собрание, я говорил, что это получается где-то по 400 долларов на каждого человека, если разбить эту сумму на всех наших членов церкви. У нас есть год, чтобы собрать эти деньги, поэтому будем очень благодарны вам, если вы сможете поддержать этот проект и мы сможем его осуществить в начале следующего года. Еще раз благодарны вам за раки. Хотим также напомнить, что 30 марта у нас будет служение Вечерей Господней, поэтому готовьтесь, мы будем рады вас видеть на этом служении. А также с 17 по 21 апреля наша молодежь едет на миссионерский проект в город Альбион. Это тут у нас в Калифорнии. И они ищут повара на эту поездку. Поваров, вернее, даже. То есть нужен один старший повар и двое помощников. Если вы готовы поддержать нашу молодежь в этой поездке, то, пожалуйста, обращайтесь к Александру Ханчевскому, пастору нашей церкви. Он руководит всем этим проектом и собирает всю необходимую информацию. Пожалуйста, обращайтесь с него, это очень важно. Это все из блока информации. И я хочу напомнить вам, что мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, также за Сергея Дорина продолжаем молиться. Еще одна просьба молиться за Сергея Веденичева. Он буквально на днях упал, поломал себе несколько ребер. Одно из ребер повредило легкое. Ему делали операцию. Сейчас он восстанавливается после всего этого. Поэтому, пожалуйста, молитесь, чтобы все было хорошо. Ну и, конечно же, мы продолжаем молиться также и за Нилу Самуляк. Ну и дополню к этим всем молитвенным просьбам. Конечно, мы молимся за то, чтобы все эти беды, которые есть в этом мире, они прекратились. Но понимаем, что оно все закончится только старыми пришествиями Иисуса Христа. Поэтому, знаете что, друзья, давайте молиться о том, чтобы Христос поскорее вернулся на нашу землю. Тогда все эти войны, беды и несчастья, они точно закончатся. В заключении хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 12, 6 стих. Я уповаю на Твою милость. Мое сердце возрадуется спасению Твоему. Господу буду петь, потому что Он ко мне благ. Друзья, наша надежда, она имеет основание. Поэтому прославляйте Бога в ваших песнях, обращайтесь к Нему в ваших молитвах. Он обязательно слышит и отвечает на них. Всем хорошего, Божьих благословений. До встречи на нашем благослужении уже в эту субботу, тут у нас в церкви или уже вон вай.